МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В это день 17 августа родились. Дмитрий Синявин, адмирал, одержал ряд важных побед над турецким флотом. Антон Дельвик, поэт, издатель, лицейский друг Александра Пушкина. Михаил Ботвинник, первый советский чемпион мира по шахматам. 17 августа 1898 года заложено здание Музея изобразительных искусств имени Пушкина. В этот день 1977 года советский ледокол Арктика достиг Северного полюса, первым из надводных кораблей. В этот день 17 августа 1812 года государь Александр I назначил нового командующего Михаила Голинейчева-Кутузова. В то же время под Смоленском разыгралось первое крупное сражение в военную кампанию 1812 года. В могиле расположился польский корпус Понятовского, в Лиозу на третий корпус маршала Нея, в Орше корпус генерала Жюно, в Рудне три кавалерийских корпуса Мюрата, в Сураже корпус вице-короля Италии Багарны. Войско Наполеона не зря называли «Великой армией» с большой буквы. 600 тысяч человек, которые было крайне сложно прокормить и содержать, для чего приходилось иногда раскидывать их на внушительное расстояние. 3 августа под Смоленском соединились две крупнейшие русские армии – Барклай де Толли и Багратиона, что вызвало прилив энтузиазма. Враг как будто разбросан на большом пространстве, устал, русские напротив собраны в кулак. Барклай на правах старшего взял общее командование на себя, он же боевит и заявил, «Я твердо решился от Смоленска ни при каких обстоятельствах не отступать дальше и дать там сражение». Правда, потом стали одолевать сомнения. И все же командующий решил наступать на центр наполеоновской армии прямо на запад от Смоленска. Наступление проходило осторожно, это, видимо, и спасло армию от окружения. Дело в том, что из одного перехваченного письма о плане стало известно Наполеону. Император решил сам воссоединить свои разрозненные войска и с юга взять Смоленска, таким образом зайдя в тыл Барклая-де-Торио. Под городом Красным дивизия Неверовского ценой героических усилий и больших потерь смогла замерить движение 180-тысячной французской армии. Это дало время для подготовки Смоленской к обороне. И вот утром 16 августа авангард французов под командованием маршала Нее оказался у города. Вид Смоленского спламенил пылкий энтузиазм маршала Нее. И без основания на ум приходили чудеса войны с Пруссией, когда целые крепости падали перед саблями нашей кавалерии. Писал в своих воспоминаниях генерал Сигюр. Французы, думая, что в городе лишь часть Неверовского, атаковали, но после короткой схватки им пришлось отступить, потеряв целый батальон. После полудня по городу начался мощный артобстрел. Это подтянул свои главные силы Наполеон. А к вечеру с другой стороны подошли части Барклая-де-Толли. Наполеон еще мог воплотить в жизни свой план, дать генеральное сражение перед городом, которое одним махом решит исход всей войны. Утром 17 августа Наполеон еще ожидал полки противника в чистом поле, однако было замечено, что части князя Бакратиона отходят из города. Русские явно решили не связываться с объединенными силами врага. И тогда началась отчаянная французская атака. Тот же Сигюр писал, «Развертывая штурм, наши атакующие колонны оставляли длинный широкий след из крови раненых и мертвых». Русские артиллеристы блестяще справились с задачей, и волны атакующих несли гигантские потери. Город защищали 25 тысяч русских солдат. Смоленск запылал, он представлял собой страшное зрелище. Тогда же, в ночь с 17 на 18 августа, было принято решение город оставить. Русские потери заставили за два дня 6 тысяч человек. Французы, по разным данным, потеряли под Смоленском от 12 до 16 тысяч убитыми. «Самое страшное из всех моих сражений было то, которое я дал под Москвой», вспоминал Наполеон. Но при Течии Бородино было, конечно, Смоленское сражение. Утром 18 августа французы без боя заняли город. Они увидели только хвост русских колонн, уходящих на восток. Наполеон был поставлен перед чудовищной необходимостью в поисках победы продолжать идти за русской армией. Но как долго, неизвестно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова